В связи со сложной эпидситуацией, ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае карантин продлен до 30 апреля. И как бы ни было сложно, соблюдать требования по самоизоляции жизненно необходимо каждому жителю. К сожалению, не все это понимают. С наступлением теплой погоды улицы Славенска на Кубани сегодня трудно назвать безлюдными, несмотря на то, что карантин продолжает действовать. Можно встретить прогуливающихся родителей с детьми, подростков, катающихся на велосипедах, отдыхающих в парках и скверах. Важно понимать, что беспропускное окно с 10 до 16 часов было сделано в первую очередь для передвижения на автомобилях с целью решения каких-либо важных вопросов. Остальные жители должны находиться дома. Выход разрешен только для посещения близлежащих магазинов и аптек. Сейчас идем в магазин, дома сидим, никуда не выходим. Вот только магазин, дом, магазин, дом. Все. Буквально раз в два, наверное, в день выходим и все. К сожалению, не все такие дисциплинированные. Особенно участились случаи пребывания на улице детей и подростков. С помощью соцпедагогов и классных руководителей школы района еще раз проинформировали родителей об ответственности за несоблюдение карантина и о важности принимаемых мер. В школы были разоснаны управлением образованием памятки, которые были нами в свою очередь отправлены в группы родителей и группы детей, классными руководителями в частности, в которых было разъяснено, как нужно себя вести. Время с 10 до 4, которое предоставлено для передвижения по городу, совершения покупок и так далее, дети должны все равно оставаться дома. Это не время для того, чтобы побегать, порезвиться. И обращаясь к родителям, помните, что лучше сейчас оставаться дома, потому что тяжелое время, но мы все преодолеем это. И хотелось бы дать совет, как проводить время. То есть нужно больше высыпаться, правильно питаться и не забывать про здоровый образ жизни. То есть делать зарядку, упражнения, чтобы поддерживать свое физическое состояние. С целью контроля соблюдения карантина продолжают работать мобильные группы самоконтроля. В составе сотрудники полиции, волонтеры и казаки. Нужно будет посетить ЖД вокзал. С какой целью? На нашей станции проходит, пусть там минутная, либо двухминутная остановка, есть 2-3 поезда в сутки, которые прибывают граждане. Этим гражданам нужно будет вручить уведомления. Вы вручаете эти уведомления под роспись с заполнением. И параллельно с этим вы заполняете анкеты. Анкеты, которые у вас с номерами маршрута, поезда и прочего. Эти анкеты для чего заполняются? Они направляются затем в учреждение здравоохранения Роспотребнадзора. И там в зависимости специалисты смотрят, из какого региона он прибыл. Там будут уже его сопровождать. Группы самоконтроля работают во всех поселениях. В день на патрулирование улиц и общественных мест выходит до 90 человек. Нами вручаются гражданам памятки о том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции. В случае неоднократного нарушения режима граждане привлекаются к административной ответственности. Уважаемые граждане, это для вашей же безопасности и для вашего здоровья. Поэтому призываем вас оставаться дома, следить за вашими детьми и воздержаться от прогулок на свежем воздухе. Карантин продлится до 30 апреля. Как дальше будут развиваться события, покажет время. Важно сейчас прислушаться ко всем рекомендациям. Остаться дома, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. И как можно быстрее вернуться к обычной жизни. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа События.